Всем привет-привет, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаем расклад на тему «Я и он. Что между нами? Каковы ближайшие перспективы?» Будем смотреть вас и вашего партнера, вашу позицию посмотрим в этих отношениях, его, что между вами на самом деле. Сейчас как видят ситуацию между вами карты Таро и каковы ваши ближайшие перспективы с этим человеком. Знаете, да, и помните, что далекие перспективы мы не смотрим в картах Таро буквально в ближайшее время, к чему это идет, можно сказать так. И использовать я буду колоду «Золотой Таро», классическое Таро сегодня. Вам нужно визуализировать вашего партнера, все как всегда. Назовите его имя, дату рождения, выстроите некий такой энергетический канал между собой, своим мужчиной, своим партнером. И будем надеяться, что карты Таро покажут именно вашу ситуацию. Если понимаете, что резонируют многие моменты, то смотрите дальше, вы можете получить для себя ценные важные подсказки. Если же вы понимаете, что речь вообще не о вас, то не стоит отписываться об этом в комментариях, не стоит сидеть смотреть это видео до конца, потому что это не ваша ситуация. Вы должны отчетливо понимать, что расклад общий, его смотрит огромное количество людей, и не факт, что вы попадете в вашу ситуацию. Но если все-таки резонирует, смотрите, и многие важные вещи вы можете услышать. Напоминаю, что по вопросам обучения обращаемся на WhatsApp. Пишите, пожалуйста, большими буквами «Обучение», и таким образом я быстро увижу ваши сообщения и смогу вам оперативно ответить. Так, благодарю вас, кстати, за ваши лайки. Всегда вас благодарю за ваши лайки, за теплые комментарии, за ваши донаты. Итак, давайте смотреть. Тройка пентаклей. Тройка пентаклей у нас аркан на дне колоды, общая энергетика отношений. Ну, я могу вам сказать, что нам не показали какой-то плохой аркан, который говорит, что финит аля комедия, да, или еще что-то в этом роде. Даже если вы с ним на паузе, в расставании, либо ведет он себя как там дурачок, да, всякое бывает в жизни. Тем не менее, перспективы у этих отношений есть. У кого-то отыграются отношения свежие, так сказать, то есть вы недавно с этим человеком, и у вас есть будущее с ним. У кого-то это отношения уже давние, и уже, возможно, вы много с ним чего прошли, но это не значит, что все. Здесь есть перспективы. Здесь у вас есть какие-то новые пути с этим человеком. Это сразу можно отметить. Так, давайте смотреть в вашу сторону. Вы в этих отношениях. Ваши мысли о нем. Да, мысли, конечно, у нас интересные. Мужчинка уже интересный выходит, я чувствую. Ваши чувства к нему. О, воинственные вы сегодня. Ваши реальные действия. Что скрываете от него? Он в отношениях. Его мысли о вас. Его чувства к вам. Реальные действия. Что скрывает от вас? Так, что разделяет вас? Что между вами на самом деле? Блоки. Как лучше себя вести вам в этой ситуации? Что можно сделать и как лучше себя вести? Результат отношений на ближайший какой-то период? И совет вам, на что нужно обратить внимание. О, да. Так. Ну, что могу сказать? Так, еще хочу добавить немножко. Что могу сказать? Здесь нам показывают мужчину. Девочки, сразу вам хочу сказать. Здесь нам показывают мужчину, который нуждается в любви. Можно сказать, даже любвеобильный. Потому что у него прям потребность. У него такая энергетика. О, дайте мне женского внимания. О, дайте мне любви. Ну, либо мужского, если вы мужчиной смотрите на женщину. О, дайте мне развлечений, легкости, кайфа какого-то такого. Этот мужчина, вообще, по идее, даже если он ваш муж, либо он был вашим мужем, к примеру, либо если вы рассчитываете на какие-то серьезные отношения с этим мужчиной, в принципе, даже если это ваш муж, знайте, что этот человек в первую очередь в отношениях жаждет легкости. Он хочет, чтобы все было легко, просто, без проблем. Вот по аркану дурак, в общем-то. Ему нравятся красивые женщины. Ему нравится сам по себе флирт. Ему нравятся женщины, которые, знаете, вот флиртуют и увлекают за собой. Очень ему нравятся такие вот женщины. И ведут себя очень легко. Они устраивают драм. Как говорится, женщина не драма вообще. Женщина, которая все воспринимает легко, бесконфликтно, полностью доверяет ему. Даже если понимает, что он обманщик, лжец, манипулятор, она все равно закрывает на это глаза. Вот это была бы ситуация для него, просто идеальная для этого мужчины. Ну, вот такой у нас мужчина. Все, что касается более серьезных шагов и взятия на себя ответственности за отношения, за женщину, он, в принципе, это делать может, потому что в скрытом у него выходит аркан император. Это очень хороший, на самом деле, аркан. Серьезный аркан мужчина здесь может быть в отношениях с другой женщиной. Это может быть ваш либо супруг, либо человек, с которым вы, ну, хотели бы построить семью. Но здесь мужчина может быть не свободен. У многих отыграется, что там мужчина не свободен. Либо этот мужчина связан узами брака, ну, именно с вами, допустим, да. Такое тоже может быть. Здесь у нас выходят просто такие арканы, императоры, арканы брака. Либо у него прошлое какое-то есть, в котором он приобрел определенный опыт. То есть женщина, с которой у него были отношения в прошлом, она, отношения причем стабильные, здесь вплоть до семьи. То есть это можете быть вы, может быть другая женщина. Нам, в принципе, показывают, что мужчина имеет опыт семейной жизни, либо совместной жизни, либо каких-то отношений таких вот, ну, достаточно стабильных, серьезных. Так вот, в тех отношениях женщина себя проявляла и проявляет, возможно, как королева мечей. Ему это, ну, вообще как бы не нравится. Этот мужчина любит легкость. И какая бы женщина ни была с ним рядом, ему нужна легкость. Хоть вы сейчас с ним, либо вы его партнер, может быть, вы его жена, может быть, вы просто его подруга. Но имейте в виду, что этот мужчина, являясь, по сути, императором, то есть мужчина с довольно таким серьезным характером, он своенравный, он хочет, чтобы слушались его слов, подчинялись его воле. В принципе, как я сказал, так и должно быть. И при этом женщина не должна иметь претензий. Он, кстати, нуждается в стабильном партнерстве, в стабильном, хорошем, глубоком партнерстве. Здесь этот человек. Здесь имеется в виду даже не то, что ему чисто по дурачку отношения. То есть он не захочет никогда жениться, создать семью. Либо если вы в расставании с мужем, допустим, с вашим, он никогда не захочет опять там воссоединиться с вами. Здесь, ну, вообще не об этом речь идет. Здесь не об этом речь идет. Здесь идет речь о том, что человек нуждается в партнерских отношениях, но он нуждается в очень легких отношениях. Чтобы это все прям было без драмы, я вам уже сказала. Чтобы было без драмы. По поводу отношения к вам. Отношения к вам, я так скажу. Здесь мужчина сейчас находится на каком-то выборе. Здесь мужчина сейчас в чем-то определяется. Это может касаться любой сферы его жизни. В том числе и вас это может касаться. Может быть, он определяется, думает сам себе. А как бы с этой женщиной дальше мы пойдем вместе рука об руку. Или может быть нет, кто его знает. Он думает о том, что может быть у него перед ним какие-то новые горизонты могут открыться. В плане карьеры, к примеру, очень часто по шестерке жезлов. А может быть вообще в плане каких-то новых проектов. То есть мысли о вас на самом деле позитивного плана, хорошего плана. Ему с вами хорошо, ему с вами легко. Но в чем-то у него есть неуверенность. Вот какой-то есть такой аспект, что он в чем-то неуверен в отношениях с вами. Здесь, кстати, такой момент, что вы тоже можете быть замужем. Кто-то из зрительниц этого расклада находится либо в отношениях, потому что в скрытом аркан семьи. Здесь, соответственно, вы можете либо быть связаны отношениями, потому как между вами на самом деле восьмерка мечей вышла. Какие-то обстоятельства, которые вас сковывают. Либо если у вас нет семьи, то значит этот аркан означает другое значение у него будет. Что вы хотели бы с этим человеком семьи, глубоких отношений. Если не замужем за ним, то прям хотели бы с ним семьи. Вот хотели бы. Если же вы за ним замужем, и что-то там между вами произошло, вы хотели бы воссоединения с ним. Либо это ваш бывший муж. Но этот человек при всем прекрасном к вам отношении, потому что в сигнификаторе вышел аркан двойка кубков, и это сигнификатор его в ваших отношениях. То есть здесь он понимает, что вы его отличный вообще партнер. Вы ему подходите. Ему с вами комфортно, хорошо. Мысли замечательные о вас. Прекрасная тройка кубков. Ему хорошо с вами, в общем-то. Но вы ему даете некую легкость, эмоциональную, полет души, так сказать. Но что-то смущает, в чем-то он сомневается. Какой-то выбор у него есть у этого мужчины сейчас. Вопрос выбора для него стоит. И каких-то новых шансов он ждет в жизни. Я не имею в виду в отношениях, что он хочет влюбиться в другую женщину или еще что-то. Здесь не в этом дело. Он, в принципе, сейчас жаждет нового шанса, что-то новое, что-то светлое, прекрасное в его жизнь придет. Но пока ничего не происходит. То есть у него большая жажда перемен. Но пока эти перемены в его жизнь не приходят. Что касается вас. Вы, кстати, вы прекрасная пара. Потому что ваш сигнификатор, представьте, выходит аркан рыцарь кубков. Его сигнификатор двойка кубков. То есть вы здесь прям пара. На эмоциональном уровне прекрасно совместимы. Вы способны оба на чувства, на эмоциональную такую взаимосвязь очень глубокую. И он выходит кубковым арканом по отношению к вам. То есть у него есть чувства к вам. И вы выходите кубковым арканом по отношению к нему. Вообще вы замечательный абсолютно человек. Мне показывают, с одной стороны у вас сигнификаторе. Такой аркан лег. В скрытом у вас аркан десятка кубков. Вы человек, способный на всю богатейшую палитру чувств и эмоций. Эти чувства и эмоции вы умеете дарить своему партнеру. Я бы сказала, счастлив тот человек, который с вами связал свою жизнь. Но самое главное, счастлив тот человек, которого вы полюбили. Потому что вы способны на очень глубокие чувства. Вы женщина страстная. Ну или мужчина, если вы мужчина. Вы человек очень страстный. Во страстная натура, во многих отношениях. Эта страсть проявляется во многих вообще сферах вашей жизни. Здесь касается и чувств отношений. И отношению к своей работе, к своему любимому делу. В принципе, к какому-то занятию, которым вы увлеклись. Страстный вы человек. И очень-очень эмоционально высокие вибрации вы излучаете, источаете во вселенную. Это замечательно. Вас показывают прекраснейшим, ярким, надежным, эмоциональным человеком. Я бы так сказала. Если вы уже любите, вы готовы для этого человека на все. И вы можете реально его и поддержать. И морально, и материально готовы вкладываться. То есть вы вот такой партнер. Просто великолепный. Но в мыслях и в чувствах к этому мужчине у вас выходят сложные арканы. В мыслях выходит аркан. Семерка мечей. Аркан обмана, манипуляции. Аркан лжи. Вы не доверяете этому человеку. Несмотря на такие вот вещи, которые я вообще сейчас вам рассказала. Да, и о нем, и о вас. У вас здесь недоверие к мужчине. В чувствах аркан рыцарь мечей. Конфликтный аркан. А чувства у вас сейчас вообще сложно даже сказать какие. У вас какая-то... Либо конфликтная ситуация в душе возникает, когда вы думаете об этом человеке, о чувствах к нему. Либо здесь действительно буря какая-то у вас в душе. Потому что злитесь, потому что есть здесь момент недоверия, злости. Может быть, человек вас обманывал. Может быть, поступал как-то нечестно с вами, нехорошо. Но вы понимаете, что поступать нечестно, это тут может миллион вариантов отыграться. Кто-то обманщик-лжец. Кто-то изменщик. Кто-то просто какую-то грязную игру ведет. Кто-то денег занял, не отдал. Ну, вот любые ситуации могут быть. И у вас на самом-то деле в мыслях и в чувствах к этому человеку выходят сложные арканы. Несмотря на то, что вообще-то чувства у вас к нему есть. Потому что в сигнификаторе у нас вышел аркан чувств. И в скрытом у вас выходит также десятка кубков. Что между вами на самом деле? Во-первых, я вижу здесь, сейчас вы проходите с этим человеком очень важный период каких-то изменений. Потому что аркан смерти вышел у вас как в блоках. И ситуация может быть затянувшаяся по аркану семерка пентаклей. Смотрите, вы с этим человеком сейчас как будто связаны по рукам и ногам. Конечно, у кого-то может быть так, что там граница закрыта, карантин, вы не можете с ним встретиться из-за этого. У кого-то может отыграться, что человек в отношениях находится. И это является серьезным препятствием для вас. Либо вы находитесь в отношениях. Кто-то из партнеров здесь может находиться в отношениях. И это также, конечно, проблема. Безусловно. Поэтому сейчас у вас непростой период в отношениях. Вы проходите какую-то трансформацию. Какие-то важные изменения происходят сейчас на данный момент. Сложные вышли арканы. На все эти позиции. То есть проблема есть. Здесь не та ситуация, когда между вами все супер. Вы каждый день встречаетесь, любите друг друга и строите планы на будущее. И у вас все идет как по маслу. Нет. Здесь есть препятствия. Здесь есть определенные проблемы. Здесь есть период, когда вы действительно с ним проходите некую трансформацию. Причем ситуация эта у вас может реально затянуться. Потому что я не вижу здесь каких-то резких перемен. Сложившейся ситуации в ближайшее время. Потому что на итог, на ближайшие перспективы нам показывают аркан повешенный. Аркан повешенный. То есть зависшая ситуация. Кто-то из вас здесь может чувствовать себя жертвой. Либо изображать из себя жертву. Потому что это еще и аркан вот такой. Что человек себя там считает жертвой обстоятельств. Либо манипуляцией другого человека. Ну, либо еще каким-то образом. Но пока, к сожалению, здесь ситуация вот такая. Не вижу какого-то развития. То есть сказать вам, что он либо прекратит вас игнорить, если он в игнор ушел. Либо пойдет на восстановление отношений, если вы с ним в расставании. Либо предложит вам руку и сердце. Пока этого не показывают. Но не факт, что потом все резко изменится. Ситуация-то меняется. Мы смотрим сейчас, ближайшее будущее какое-то. Что вы можете в этой ситуации вообще сделать? В этих обстоятельствах. Можно ли здесь что-то сделать? Вы знаете, во-первых, здесь нужно быть более дипломатичной вообще во всех отношениях. Более гибкой. То есть не воспринимать все как только белое или черное. Знать, что есть всегда в любой из... В любых из обстоятельств, да, серии обстоятельств. Есть и серая. Серая. То есть середина. Не хочу говорить серая, потому что... Ну, белая, черная, да, серединка это серая. Давайте будем говорить, что не нужно впадать в крайности, а всегда выбирать золотую середину. То есть вам многое нужно обдумать. Вам тоже нужно понять, что вам кое-что в себе нужно изменить. Именно в вашем восприятии вообще отношений с этим человеком. И в принципе, может быть, больше узнать о мужской психологии. Больше понять этого человека. Либо вообще, в принципе, противоположный пол. У вас есть такая, я бы сказала, необходимость сейчас глубже узнать психологию противоположного пола. Вот так. А еще также вам нужно определиться. Вот этот аркан говорит, вам вообще нужно определиться. Потому что вы здесь тоже находитесь в каком-то подвешенном, непонятном состоянии. Вы тут тоже можете быть в двойственной ситуации, либо определяться по поводу него, либо, ну, допустим, хотите вы с ним быть или нет. Можете определяться между ним и, допустим, другим человеком. Между ним своей свободой, между ним, там, я не знаю, своей карьерой, еще чем-то. Либо, в принципе, в вашей жизни есть сейчас ситуация, когда вы что-то взвешиваете. И вам необходимо определиться. В совете здесь у нас вышел аркан, кстати, здесь и смерти, и десятка мечей. Здесь выходит аркан, десятка мечей. Я не скажу, что это посыл, что надо этого человека послать на небо за звездочкой. Вполне возможно, что части зрителей сегодня стоило бы это сделать. Но здесь решить, вы сами должны решить это. Хотите вы этого или нет. Если человек, если у вас действительно такие сложные чувства сейчас и мысли о нем, и вы понимаете, что нет доверия, все, не хочу больше, значит, ставьте точку, но только определитесь сами. Вот вы прям четко и ясно должны для себя определиться, понять все за и против, понять, что действительно происходит, чего вы хотите. Если вы страдаете там в этих отношениях, прекращайте это, работать над собой, делать практики определенные, психологического, энергетического порядка. Для того, чтобы освободиться от привязанности к этому человеку. В том случае, если вы решили поставить точку, четко определиться. Вам так и говорят, что если вы не определитесь, то вот эта ситуация неопределенности, она у вас будет длиться очень долго. По аркану повешенной, аркану смерть, вы можете в этом состоянии пребывать долго. Также, если вы не хотите здесь ставить точку с этим человеком, вам нужно поставить, наконец-то, точку в предыдущем сценарии. Тоже вот, понимаете, кто-то же хочет действительно уже реально выйти из отношений, а кто-то еще имеет надежду и хочет с этим человеком продолжать отношения. Так вот, вам здесь четко и ясно показывают, что прекращать нужно предыдущий сценарий, менять нужно предыдущий сценарий. Вам нужно с этим человеком вступить, если вы хотите быть с ним дальше, начинать все сначала, отбросить все ненужное, оставить в прошлом обиды, склоки, разочарования какие-то. Помните о том, что я вам сказала? Этот человек не терпит выяснений отношений, какого-то пресса гнета эмоционального, в том числе, ревности. Если, допустим, у него что-то где-то на стороне случилось, вы должны это принять и простить. Как в нашей Раше говорила Саша, Саша как охранник, поняли, да? Бородача, вспомнила почему-то. Понять и простить. Вот и вы так этого человека должны понять и простить, потому что он ничего в этом страшного не находит. Если он вас там обманывает в чем-то, он тоже считает, а что такого страшного? Можно же это понять и простить. Если вы это можете делать, да, и вообще, в принципе, даже если он ничего там дико страшного с вами не делал, хотя тут рыльца у него в пушку явно по этим арканам, судя по вашим мыслям и чувствам к нему. Если вы можете найти в себе силы понимать и прощать его, то, пожалуйста, продолжайте в том же духе. Но то, что кардинально что-то нужно изменить в ваших отношениях и в вашем отношении к нему, это абсолютно однозначно. То есть предыдущий сценарий заканчиваете, все тщательно обдумываете, взвешиваете, ситуацию оцениваете и принимаете решение. Идти дальше с этим человеком в новое или нет. Это ваше решение. Решение только за вами. Здесь за вами, на самом деле, решение в каком плане. Я вам уже сказала, в каком плане. Примите все, простите. Я не считаю, что это правильно на самом деле, потому что чувство собственного достоинства никто не отменял. Но люди очень разные. И кто-то действительно... Прощение, на самом деле, это благо, безусловно. Но вам решать, как вы будете способны на это прощение, в какой форме, в какой степени. Потому что далеко не каждый человек может простить все и всегда. Ну, я долго об этом говорю, но почему-то мне захотелось об этом поговорить. В общем, смысл в том, что вам здесь нужно определиться вообще, вы чего хотите с этим человеком. Вы хотите уже с ним точку, наконец-то, поставить, выйти из этих отношений и двинуться в новый путь, свой. Либо вы хотите каких-то перемен с ним. Если хотите перемены, идти с ним в новое, то вам здесь нужно предыдущий сценарий закрывать. Я бы сказала, принимать, наверное, его правила игры, потому что он здесь не изменится. Это незыблемая скала. Здесь вы не надеетесь, что человек поменяется. Либо вы его принимаете по вот этим арканам сложным, которые вы о нем думаете и чувствуете к нему. Либо вы ставите точку в этих отношениях. Ну вот, длинная была, длительная тирада, но что шло, то я вам и говорила. Вот такой получился расклад. Что получилось, то получилось. Помните о том, что фатальной информации карты Таро не дают. Естественно, ситуация будет меняться. И как она будет меняться, в первую очередь, зависит от вас. Пожалуйста, дорогие мои, любите себя, в первую очередь себя. Балуйте себя. Никогда себя ни в чем не обвиняйте. Помните о том, что вы достойны всего самого лучшего. И самого отношения, и самой большой, прекрасной, преданной любви. Никогда в этом не сомневайтесь. Помните о том, что вы самый дорогой человек для себя в вашей жизни. Поэтому, в первую очередь, все-таки думайте о своих интересах, о том, что правильно и хорошо для вас. О том, что не притесняет вас во всех отношениях. И о том, что не унижает вашего достоинства, безусловно. С другой стороны, помните о том, что становиться в такую вот позу прям конкретную, обиженного человека. Я не знаю, предъявлять претензии своему партнеру в том случае, когда это не имеет под собой большой уж прям конкретной основы. Это тоже не совсем правильная позиция. Вот вам здесь и говорят. Определитесь и будьте более дипломатичны вообще в вашей жизни. В любых обстоятельствах. И, конечно, любите себя и несите себя с гордостью и достоинством, потому что вы великолепнейший человек. Спасибо вам большое за то, что досмотрели расклад до конца. Буду вам очень благодарна за пальчик вверх, за лайк, за теплый комментарий. Если еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, пожалуйста. Буду очень рада новым подписчикам. Я же всех целую, очень люблю. Благодарю вас, благодарю, благодарю. Не устану вас благодарить за вашу прекрасную, теплую, горячую, родную энергетику. Потому что все мои подписчики на канале – это мои единомышленники. И очень скоро мы уже достигнем с вами вместе 100 тысяч подписчиков моему каналу. Нет еще года. И благодаря вам я уже стою на пороге серебряной кнопки YouTube, потому что вот-вот уже близится 100 тысяч подписчиков. И я буду, конечно же, вас за это благодарить, говорить вам хорошие слова абсолютно искренне от всей моей души. И сейчас говорю, я вас люблю, я желаю вам счастья, гармонии, всего самого-самого наилучшего и, конечно, благословения высших сил. Очень надеюсь, что мои расклады вам нравятся и оказывают реальную помощь. Это оказать вам помощь в понимании неких моментов важных, в осознании себя, в психологических каких-то очень-очень важных аспектах. Это и есть моя задача основная. Целую, обнимаю и пока-пока. До завтра.